Девушки отдыхают Ну что ж, начнем? Еще один из ключевых моментов вселенной произошел в 1998 году, когда в вангоинге Дэдпула было пришествие древней мессии. Сметх или Сметв, не уверен как правильно произносить его имя по-русски, да и не суть. Было предначертано, что этот мессия приведет Землю к полной гармонии и спокойствию, однако Дэдпул выяснил, что все не так хорошо, как может казаться на первый взгляд. По факту это существо лишит людей свободы воли. Так что в каком-то смысле воистину наступит мир и спокойствие, что-то подобное обыгрывалось в призрачном гонщике. Дэдпул, отталкиваясь от пророчества, должен был убить некого воина Тиаманта, который должен прийти на Землю и помешать мессии осуществить пророчество. Однако Дэдпул, зная всю правду, лично убил мессию. Кстати, тем самым обрек этого самого воина Тиаманта на моральный запой, ибо последний верил, что убийство мессии – его судьба. А тут появляется Дэдпул и печаль. Также был случай, когда некая медсестра параноидально влюбилась в Дэдпула и была одержима идеей сделать себе своего собственного Дэдпула и жить с ним в любви и согласии. Она годами собирала ошметки тела Дэдпула, которые оставались бесходно валяться то тут, то там после многочисленных сражений ботливого наемника. Поскольку все эти части тела принадлежали Дэдпулу, то и исцеляющий фактор в них тоже присутствовал. Посему, при определенном стечении обстоятельств, все эти части срослись в единое цело и ожили. Как говорится, я его слепила из того, что было. Правда, выглядел он весьма специфично. И у него было две правой руки. Ну, что поделать, ну не нашли левую. А поскольку у него не было памяти Дэдпула, следовательно, он не унаследовал его личности. Ведь все наши поступки и решения основываются на полученном опыте в прошлом. Так вот, эта копия Дэдпула унаследовала все его боевые навыки, но с полным отсутствием совести и жалости. Так появился злой Дэдпул, наемник без совести. Но, как и все злодеи, он тоже не очень хорошо кончил. А именно, в него выстрелили дротиком, который подавлял исцеляющий фактор. Дротик был предназначен Дэдпулу, но, видимо, промазали. И сразу же после этого его застрелила полиция Нью-Йорка. Также, думаю, надо заметить, что Дэдпул невероятно любит Человека-паука. И всем детям представляется Человеком-пауком. Еще был случай, когда Дэдпул выкрал костюм Паркера и притворялся Человеком-пауком, пытаясь быть супергероем и дружелюбным соседом. Но все закончилось печально, и Дэдпула посадили в тюрьму. Спайди помог ему бежать с одной лишь целью – попросить Уэйда убраться из Нью-Йорка и не портить ему жизнь. Пока не забыл. Еще был забавный случай, когда у Дэдпула снова забрали исцеляющий фактор, и все, что от него осталось после очередного боя – это лишь кисть руки. Росомаха забрал эту кисть и устроил ему полноценные похороны. Как бы сильно он не любил Дэдпула, но отдать последние почести считал необходимым. После похорон на свежую, еще не полностью закопанную могилу, пришел Тирей, о котором я говорил в первой части биографии, и помочился на нее. В это время Танос наблюдал, как Дэдпул после смерти воссоединился со своей возлюбленной, смертью, в смысле, Леди Смертью, простите меня за автологию. И Танос проклял Дэдпула на вечную жизнь, чтобы он не смог умереть, и впредь не составлял ему конкуренцию в борьбе за сердце Леди Смерти. И вот когда капли мочи просочились сквозь крышку гроба и упали на оторванную кисть Дэдпула, он, будучи призраком в мире ином, и вот-вот готовый для того, чтобы слиться со смертью в поцелуи, почувствовал эти капли на своей призрачной руке и возродился. Возродился безумно злым, ибо ему обломали вечер с девушкой, который мог иметь интересное продолжение, и на него в конце концов помочились. Еще касательно Росомахи хочу заметить, что Дэдпул не ненавидит Логана. Ему скорее просто нравится над ним издеваться и всячески троллить, поскольку Росомаха очень хорошо на это ведется. А Росомаха как раз таки в свою очередь и ненавидит Дэдпула за то, что тот над ним вечно издевается. Далее следует упомянуть огромную часть истории Дэдпула, которую он провел в составе команды «Сила Икс», куда также входил Архангел, Росомаха, Псайлок и Фантомикс. Архангел это бывший мутант-ангел, которого переделал Апокалипсис. С ангелом вы можете быть знакомы по фильму «Люди Икс 3», а его версию Архангела вы увидите в этом году в фильме «Люди Икс. Апокалипсис в соответствии». Псайлок тоже мутант. Она владеет телекинезом, телепатией и может создавать энергетическую катану или же холодное оружие, которыми она мастерски владеет. Она также появится в фильме «Люди Икс Апокалипсис». Фантомикс это киборг, созданный программой суперсолдата «Оружие плюс». То есть самое, что создала когда-то Капитан Америку и Люка Кейджа. В рамках «Силы Икс» дома следует подчеркнуть два значимых события. Когда Дэдпул сыграл переломную и ключевую роль во время вторжения дефлоков из альтернативной реальности, с дефлоком вы можете быть знакомы по сериалу «Агенты щита». Когда Сила Икс захлебывалась от наступающих дефлоков, Дэдпул прорвался к истоку их силы и уничтожил его. Не буду вдаваться в подробности. И еще в рамках все той же Силы Икс, думаю, следует подчеркнуть самое значимое событие. Когда вся Сила Икс отправилась за перерожденным Апокалипсисом, дабы нейтрализовать его, пока он еще слаб. Перерожден он был в буквальном смысле. Когда Сила Икс нашла его, он был ребенком, просил пощадить, не судить его за те ошибки, которые он делал в прошлой жизни, и клялся не делать их в этой. Архангел же утверждал, что его нельзя оставлять в живых. Ибо это все же Апокалипсис, пусть еще и ребенок. Он все равно встанет на свой путь, рано или поздно. Мольбы дитя не остановили Фантомикса, и он пустил ему пулю в лоб. Дэдпул, как ни странно, очень жестко осудил этот поступок, говоря, что даже он наемник-убийца, и тот не убивает детей. После этого случая Дэдпул решил покинуть отряд Силы Икс. Также не могу обойти стороной события, когда Дэдпул был облучен гамма-радиацией, то, что создала Халка. Такой случай с Дэдпулом, он превратился в Халкпула. И так же, как и в случае с первоисточником, то есть Халка, который сильно не любил свое альтер-эго, а именно Брюса Бэннера, Халкпул был одержим идеей убить Дэдпула. Поскольку это было практически невозможно, ибо они единое целое, причем я могу ошибаться, но вроде как Халкпул не мог превращаться назад в человеческую форму. То есть у него не было голоса Уэйда Уилсона в голове, он был перманентно в форме Халкпула. Так вот, Халкпул был одержим идеей вернуться в прошлое и убить Дэдпула до того, как он стал Халкпулом. Да, не ищите в этом логике. Он позвал на помощь Боба, агента Гидры, и потребовал, чтобы тот перенес его в прошлое посредством машины времени Доктора Дума. Я упоминал в ней в комиксе Эра Альтрона. Но поскольку Боб был далеко не специалистом в таких вещах, он закидывал Халкпула в совершенно ненужное время. И все действия Халкпула в этих временных линиях, вплоть до убийства самого Дэдпула, происходили не в основной временной линии и повлекли за собой создание множества альтернативных вселенных. То есть основная вселенная осталась в целостности. Далее действия гамма-радиации сошли на нет, и Халкпул стал вновь Дэдпулом. Вроде как даже беспоследственно. Еще во времена событий Аксиса, которые являются прямым продолжением основных событий Мстителей против людей Икс, видеокомикс, который я делал ранее, Доктор Дум и Алая Ведьма. С Доктором Думом вы можете быть знакомы по фильмам Фантастическая четверка. Но хочу добавить, что в комиксной версии Марвела он является одним из мощнейших магов. Как и Алая Ведьма, которая умудрилась уничтожить почти всех мутантов лишь усилием воли. Это было рассказано в событиях комикса День М. Эти два мощнейших мага сотворили заклятие, которое было признано остановить Красного Натиска. Я не буду вдаваться в подробности этих событий. Так вот, это заклятие подействовало на всех, кто находился в тот момент в зоне поражения. Там был и Дэдпул. На Уэйда это заклятие подействовало очень необычно. А именно, оно выключило все личности Дэдпула и поставило у руля ту часть его сознания, что отвечало за мир и пацифизм. Так появился Зенпул, который был за мир во всем мире. Он даже умудрился уговорить нового апокалипсиса сойти с пути насилия и встать на путь света и добра. Однако долго это не продолжалось, ибо Доктор Дум и Алая Ведьма применили новое заклятие, которое было призвано исправить ошибки предыдущего. Все сработало, но не без последствий для Дэдпула. Его личность вернулась на свое место, и он стал снова самим собой. В буквальном смысле. Его разум очистился, и безумие ушло навсегда. Голоса в голове пропали, и он почти перестал общаться с читателями. Факт разрушения четвертой стены все еще присутствует, но не подчеркивается авторами так усердно. На этом буду заканчивать предпоследнюю часть биографии болтливого наемника Уэйда Уилсона или же Дэдпула. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. В ближайшее время, обещаю, будет продолжение. Завершающая часть. Как всегда, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо через комментарий к этому ролику здесь, на Ютьюбе, либо же через мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Ну и на этом, думаю, все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok